По статистике, примерно 90% выпускников, чтобы подготовиться к ЕГЭ, пользуются услугами репетиторов. Наши корреспонденты выяснили, какие занятия наиболее эффективны. Как выбрать педагога и что поможет хорошо сдать экзамен, знает Ольга Маховская. Минимум 500 рублей за час. Это стоимость индивидуальных занятий с репетитором. Такие уроки один на один, по мнению учеников и их родителей, самые эффективные. Но чтобы оценки становились лучше, нужно желание самого школьника. Приходит ребенок, а он дома ничего не делает. Педагог, репетитор с такими бьется. Есть, скажем так, честные и откровенные репетиторы, которые говорят, я перестаю с вами заниматься, потому что ребенок не хочет этого делать и результатов не будет. При выборе педагога, который сделает из двоечника хорошиста, знатоки советуют прислушаться к рекомендациям других родителей. И обратить внимание на число учеников, с которыми занимается преподаватель. Людмила Михайловна репетитор со стажем, но подтянула по английскому не больше трех десятков школьников. Это раньше, говорит, гналась за количеством, а теперь удовольствие получает скорее от качества. Начиналось все ради денег. На самом деле я получаю огромное удовольствие. И у меня удовольствие, знаете, еще чаще всего бывает на каком этапе? Когда начинаешь заниматься с ребенком, потом получаешь благодарность со стороны родителей и вот те отзывы, которые потом читаешь на сайте. Тем, кому индивидуальные занятия не по карману, выбирают групповые. Именно они дешевле. Около 200 рублей за 45-минутный урок. Столько же придется отдать и на подготовительных курсах при университетах. Занимаются там в основном 11-классники. Но в Университете экономики и управления со следующего года, например, объявят набор в школу экономики для 8-9 классов. Это будут и групповые занятия, и индивидуальные консультации с университетскими преподавателями. Сэкономить по полной решил Андрей Музыка. К выпускным экзаменам готовился, пользуясь открытым банком заданий по ЕГЭ. Совершенно бесплатно брал оттуда примеры и самостоятельно их прорабатывал. Это вполне реально. Подготовиться к ЕГЭ без репетиторов. В принципе, если есть желание, то можно договориться со своим учителем о каких-то факультативах. Они совершенно не будут против, только пойдут навстречу. Причем в большинстве случаев, наверное, это будет бесплатно. Андрей единственный из своей параллели не брал репетитора. ЕГЭ написал на 15 баллов лучше, чем те, кто платил за подготовку деньги. Теперь он уже первокурсник и учится на бюджетном месте. Ольга Маховская, Мария Черешнева, Остап Григориан, Сарина Таранюк. Новости здесь, Новосибирск.